На сегодня основная проблема, которая вами и выносится в фильм, это противоречие между высочайшим интеллектом, которого достигло человечество, и удивительно бесчеловечным образом жизни. Не случайно это подметил еще Бернард Шоу, когда сказал, теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам остается только одно – научиться жить на земле по-человечески. И вот это его высказывание, пожалуй, сегодня актуально как никогда, и даже более актуально, чем во времена, когда он высказался на этот счет. В чем же здесь основная проблема? Основная проблема в том, что мы увязываем с интеллектом возможности устройства жизни человека в мироздании. Но это не так, это ошибка. Дело в том, что есть две абсолютно разные проблемы. Первая проблема – это формирование цели. Формирование цели жизни, формирование цели бытия человека, формирование цели развития. За это отвечает исключительно и только нравственность. Поэтому какова нравственность – таковы и цели. Если же говорить об интеллекте, то интеллект отвечает только за ту или иную скорость продвижения к этой цели. Но если цель выставлена неверно, то чем более высокоинтеллектуальное общество, тем более быстрыми темпами оно идет к своей гибели. Поэтому интеллект и нравственность – они должны взаимодействовать и дополнять друг друга. А интеллект без нравственных оснований – он ведет исключительно в тупик. Диоген в свое время с зажженным фонарем ходил днем по Синопу. И когда у него с удивлением спрашивали, что вы делаете, он отвечал – ищу человека. Вот если мы не поймем, какого же человека искал Диоген, то мы очень плохо будем разбираться и в текущем моменте. К великому сожалению, со времен Диогена мы развиваем наши интеллектуальные возможности, возможности, как мы говорим, покорения природы, возможности развития науки. Но с точки зрения целеполагания, нравственности, формирования смысла жизни, мы не продвинулись ни на йоту, а скорее наоборот. А почему наоборот? А проблема в том, что где-то в 60-е годы прошлого столетия произошла смена логики социального поведения, когда период обновления технологий сравнялся с периодом обновления поколений, а потом и стал превосходить его. К этому моменту у человечества были фактически удовлетворены все такие первоочередные или, как мы говорим, демографически обусловленные потребности. И тогда, собственно, была вот такая точка бифуркации, когда можно было идти двумя путями. Первый путь – развивать душу человека, вот разобраться, а что же такое стать человеком, что такое быть человеком, и развиваться в эту сторону, при этом не рассматривать удовольствие в качестве смысла бытия человеческого. Но, однако, в ту пору был выбран иной путь. Был выбран, по сути, путь гедонизма, когда получение удовольствия было провозглашено смыслом и целью жизни. Важно было для развития транснациональных корпораций развивать потребление. И именно тогда встал вопрос о формировании нового, хотелось бы в кавычки поставить это слово, нового вот человека, человека, лишенного чувства меры и лишенного развлечения. На одной из встреч на Селегере министр тогда образования Андрей Фурсенко, в общем-то, не скрывая, ну, мы понимаем, что не он управляет этими процессами, он отрабатывает те поручения, которые формируются, по сути, на эгрегориальном, матричном уровне. Так вот, он сказал прямо, основная проблема советского образования была в том, что мы пытались вырастить человека-творца, а наша задача готовить человека-потребителя. Вот это как раз отвечает на запрос транснациональных корпораций по расширению рынка производства. Вот эта нелепость целеполагания как раз и приводит к катастрофичности нашего бытия. И миссия человека, цель его жизни, это, если угодно, развитие генетически предопределенного потенциала возможного развития человека. Нам дарован некий потенциал, которого можем за время жизни достичь. Но в зависимости от образа жизни мы поднимаемся лишь на какую-то одну ступеньку, две-три, и дальше не продвигаемся. Почему? Потому что общая матрица подавляет возможности развития человека. Это невыгодно, потому что все считается исключительно в деньгах, а когда человек становится толковым, умным и все понимающим, то начинает страдать бизнес транснациональных корпораций. Управление человеческим сознанием идет через формирование образов и мыслеформ, образов героев, образов событий, значимых или незначимых. Главное событие, скажем, это футбол, да, там, так сказать, вот. И вот через это идет формирование личности человека. Формируется тот человеческий материал, который необходим заказчикам. Если посмотреть на соотношение реальных событий и медиапространства, часто мы слышим, что, ну а что вы хотите, телевидение просто отображает жизнь. Вот я хочу сказать, что это глубокая ошибка, но широко распространенная по алгоритмике. Эта алгоритмика связана с подменой причинно-следственных связей. Так и управляет человечеством. О причине говорят как о следствии, а следствие называют причиной. Так вот, не телевидение отображает жизнь, а именно жизнь отражает то, что демонстрируется на телевидении. Если мы посмотрим на охоту на мамонтов, то прежде чем начиналась охота, был ритуал вокруг костра, изображалась сцена охоты и добивались того, чтобы в мыслеформах, в танцах была запечатлена сцена убийства будущего на охоте. Если это все получалось удачно в сценарии, в картинках, то потом задача мага-колдуна состояла в том, чтобы перенести эти мыслеформы на события реальной жизни. Так формировались вот, собственно, матрицы прошлого. На сегодня это осуществляется все гораздо проще, и для вот таких схем используется телевидение. Поэтому телевидение, де-факто, я бы назвал, в общем, это реальный колдун современной эпохи. Работники средств массовой информации, они, конечно же, не злоумышленники. Просто их обучают так и формируют их представление так, что им кажется это нормально, что они вот отражают какую-то жизнь. Ну, действительно, идеи Вернадского и его представления на сфере как о некоем единстве человека и всего, что окружает его, они очень значимы. И если мы не поймем значимость этих идей, то мы все ближе и ближе приближаемся, в общем-то, к пропасти. Человечество способно через свой интеллект уничтожить самое себя, что называется, да, потому что, ну, в общем-то, человек, это же ведь часть мироздания, он мизерная часть вот всего того, что есть на земле. И если мы не поймем, что мы лишь часть этого мироздания, и что мы способны существовать только сохраняя эту нишу для себя и сохраняя все окружающее, то мы, в общем-то, ведем жесткую линию на ликвидацию той самой ниши, в которой и должно существовать человечество. Поэтому, скажем, ну, с тараканами-то вряд ли что-то случится. Может быть, у них усы станут подлиннее и ноги покороче. А вот человек, как биоид, он может просто исчезнуть в принципе. И мы ответственны за все то, что происходит на земном шаре. Мы же, как дикари, оказавшиеся вдруг на космическом корабле, берем кувалду и начинаем по этим нежным трубочкам, проводочкам, вот так, размахивая кувалдой, посмотреть. Ну, ударим здесь, ударим там, посмотрим, что получится. Ну, посмотрим. Но рано или поздно вот вынесенное в заглавие вашего фильма название, оно так или иначе сработает. И человеку непозволительно вести себя так. Свободы, сеятель пустынный, я вышел рано до звезды, рукою чистой и безвинной, в порабощенные бразды бросал живительное семя, но потерял я только время, благие мысли и труды. А дальше, вслушайтесь, мог ли человек, написавший такое, писать просто сказки для детей? А дальше продолжаем. «Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич, к чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь, наследство их из рода в роды, ермо с гремушками да бич». Вот мне представляется, что фильм, который вы задумали, он как раз и является залогом того, что не о зрителях этого фильма писал эти строчки Пушкин. Если посмотреть на истоки многих наших несуразиц, то в их основе вот вера во всемогущество рынка, если говорить о сегодняшнем этапе развития человечества, вера в то, что вот рынок, он сам все разрулит, сам все разрегулирует, а тогда руководителям государства ничего и не нужно, нужно просто не мешать рынку. Тем самым прикрывается абсолютная управленческая безграмотность и неумение управлять делами государства. Давайте посмотрим, что сегодня лежит в основе вот критерия успешности развития страны. Но основной показатель это валовый внутренний продукт. А что такое валовый внутренний продукт? Валовый внутренний продукт это объемы производства водки, это объемы производства табака, это объемы производства оружия, это объемы вывезенного из страны газа, вывезенные из страны нефти, вывезенные из страны кругляка леса. Управление любое начинается с цели полагания, выявления фактора среды, который оказывает давление на вас и которому вы хотите что-то противопоставить, а потом выставление цели в отношении этого фактора. Если цель вы не выставляете, то фактически вы не управляете. У нас, если вы посмотрите на управленчики проблемы, как они подаются в стране, это изменение структур, выборность губернаторов, парламента и так далее. Это последние пятый, шестой этапы функции управления. Управление начало, это цель. Если цель формируется не нами, то значит мы не управляем процессом. Если вы цели не знаете, а хотите как лучше, то значит вы не управляете, управляет кто-то другой, а для вас формируют лишь видимость управления. Циолковский был бесконечно прав, когда утверждал, что нет ни одного события, ни одного шага в нашем действии, которое бы не вернулось к нам так или иначе. Неважно, касается ли это жизни одного человека, или природы в целом, или земного шара, потому что сегодня человек и на земной шар может повлиять. Но земля тоже существо, которое может нам ответить, и ответить очень жестко и серьезно. Терпение ее тоже не безгранично. Если мы хотим иметь хорошую перспективу для человечества и для земного шара во Вселенной, то мы должны понимать, что мы созданы для жизни по-божески, а это значит не причинять вреда себе, не причинять вреда окружающим вас людям и не причинять вреда мирозданию. Вот всего три этих важнейших требования. Если мы соблюдаем, то мы имеем хорошую перспективу и человечество ждет успех в будущем. Если говорить о еще самой важной проблеме, которая должна быть решена человечеством в третьем тысячелетии, это избавление от толпы элитаризма. Последние три тысячи лет управление человечеством шло по принципу толпа элита, то есть элита наверху и толпа внизу. И чем меньше толпа понимает, тем лучше. Вот сегодня эта пирамида переворачивается. Дети, с которыми я работаю, они понимают сегодня все происходящее намного глубже, чем это понимание характерно для так называемой элиты, для руководства в том числе. Музыка Музыка